итак добрый день сегодня прогоню пару матов про игромир да и все что скажу про него относится и к другим выставкам средней паршивости типа twitchcon stream fest и прочая такая хрень но так как сейчас проходит игра мир в москве скажу про него но еще расскажу кое о чем другом и да пишите больше комментов так вы помогаете видосы продвигать игра мир проводится с 2006 года в те времена он был на vdnh с 2014 года он переехал на крокус и проводится вместе с еще одной тупейшей выставкой комик-кон когда игра мир был на vdnh там были стриптизерши которые плясали в клетках для малолетних зрителей также давали всякие подарки и трахамудию короче билет полностью окупался также на ввц было где похавать после переезда в крокус есть там негде вместо подарков дуля также поставили цензуры 12 плюс убрали стриптиз но полуголые бабы есть из-за присутствия на игромире выставки комик-кон где участвуют косплееры и косплеерки часто полуголы а тросы ну не дмитрий юрьевич они в трусах там все поэтому ежели вы хотите увидеть дам без трусов то идите пожалуйста в стрипуху новинок игр нет эксклюзивы не завозят и билет 7 косарей стоит кому оно надо вообще товары что там продаются стоят либо дороже либо столько же сколько и в интернетах основная аудитория посетитель данного мероприятия стримеры стримерки блогеры блогерки и школьники ах да еще и великовозрастные уважаемые люди то есть танкисты среднестатистический человек со здоровой психикой там очень быстро заскучает вместо игр там куча ммо и моба говна огромной очереди школе я всюду особенно там где стоят 60 косплеерки а также там есть халявные ништяки на мой взгляд вообще игра мир имел место только тогда когда российский игрострой жив а что сейчас там палить вообще непонятно трейлеры и 3 говна ммо от снг додиков ну хер знает даже никто сейчас stalker а2 не привезет и не покажет основной профит это то что вы можете впервые в жизни потрогать полуголую тяночку и даже приобнять ее посильнее можете в р шлем заюзать который вам купить не дано и выпить что-нибудь на халяву игра мира это полная хрень потому что подобные выставки интересны в первую очередь новыми играми и премьерами на игры мире этого нет только вот аж 2019 году они решили забавить школьников тем что привезли кодзиму на игромир всего дэд стендингом кодзима гений все дела но во первых я не думаю что я гений но раз меня все им называют наверное когда-то я им стану очень стараюсь быть и он уже к слову успел побывать даже у орган такста ну да ладно идем дальше второе то то что на игромире практически отсутствует годная компания смотреть на шедевр от варгейминга вам вообще в кайф также это то что российский косплей это полная хрень ничего нового очередная тян сиськами в дешевом парике с алиэкспресс зачем вам это лицезреть вообще игра мир теперь очень жаден можно разве что оттуда вынести наклейку или пакетик или футболку выиграть на каком-нибудь зубодробительном конкурсе по типу спой песню про то как ты тащишь в тунчиках на своем кранвелечки я каменщик работаю три дня например на и 3 или games con ты можешь подходить к стендам и к концу выставки у тебя будет много угарного барахла короче игра мир это исключительно для школе я и просто малолетних дебилов которых интересует хрень всякая там постоянной очереди толкучка школота пытается все сфоткать все потрогать со всеми сводкаться но вам надо вы не получите никакого удовольствия за потраченные на билет 7 косариков лучше уж посмотреть дома в тепле и 3 либо просто даже не смотреть а играть просто в нормальные игры но вот вам немного драмы с игра мира 2019 я прошла мимо рутяши и других стримбер пойти что ли поздороваться иди да давай мы это заснимем на стрим как это объединение давай ну иди давай давай реально ты понимаешь что этот момент скинут рутяши она посмотрит но ты и тоже но она хотя бы хотел стать поздороваться над ими напряженная музыка ту-ду-ду-ду-ду да давай подходи типа мы таки идем такие но мы типа так его и что там Если у кого-то сейчас около экрана кринжометр, то уберите его сразу, потому что он просто лопнет, мне кажется, от перегрева. Как вы относитесь к стримерше Оринянка? Кто это? Это Оринянка. Ну, это не моя инициатива, просто как бы... Я на неё обиделась, потому что она, короче, как с другими кружит, и всё равно не умеет кружить. То есть отношения... Если она хочет выяснять отношения на стримах, я не хочу выяснять отношения на стримах. Я, собственно, человек, у меня много тел, у меня рога, как бы... Оринянка с ним была. Так, окей, я понял. Всё, конфликт. Она реально сказала, что она не будет выяснять отношения на стримах. Ну, да. Ну, я и так прям в лицо камеру тыкал. Ну, ладно, шучу, я вот так вот снимал. Бля, она меня ненавидит. Нет. Всё это подруга. Ребят, всё это клепайте отдельными ставками. Это будет такой мини-сериал. 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 Просьба, потом ответ, и потом реакция на ответ. Такие стримерские разборки. Бля, от меня очень плохо, а лучше подруга. Вот такие вот дела. Ну, и вот, что было интересно в поездке Егора Крида на TwitchCon 2019. Они, кстати, скромные стримерши. Вообще, да, они не скромные? Не, нифига. Ну, ты видел экстримы некоторых? Ну, я сегодня зашёл на стрим какой-то девочки, просто смотрел по тегу Just Chatting, и она сидела, милая девочка, и говорила о том, что у неё типа, что она хочет пупнуть. А, слушай, ну, неплохо. Ну, типа, блин, для меня девочка всегда принцесса. А принцесса, что они делают? Пупают. Не пупают. Принцессы разные бывают. Ай-яй-яй-яй-яй. Такая она жизнь. По всей видимости, влияние Blackstar настолько велико, что Егору Криду даже выдали VIP-статус на TwitchCon, как и людям, которые годами стримят на Твичах. А ему этот статус дали буквально за пару месяцев. Вот так-то. И ещё одно хочу сказать для людей, которые призывают разбанить человека под ником Gixagen. И пишут всюду Anban Gixagen. А точнее, просто обратиться к администрации Твичей, чтобы они даже не думали разбанивать этого персонажа. Так как наша либеральная платформа не приемлет людей, которые призывают малолеток оголять свои телеса в чат-рулетке. Вот вам видосик 2015 года с сайта Azubu, где в своё время стримил Gixagen в чат-рулетку. И да, обращайте внимание на чате Gixagen. А ну выше подними. Выше, выше. В смысле, какую игру? О, а без лифчика. А ну вторая. Что-что? А ну вторая, давай. Сможешь? О, неплохо. По-моему, у левой больше. А ну можешь снять штаны? Ахренеть. Так сиськи ж показала. А вторая так и не показала. Я вот не знаю у кого теперь. А ну что там? А вареник где? Я только жопу вижу. А пирожок где? Писечка где? Сама писечка. Фотка веника стоит, чтобы мне канал не снесли за демонстрацию телесов этих малолеток. Так что, коль он аморал, то пусть остается им же. Только в бане. Но на твиче таким товарищам не место однозначно. Я искренне рад, что его забанили. Вот честно. Вот и все. Ежели чего вам надо, вопросы будут или поругаться мне захочется. Пишите мне по адресу. Кузнецова, 3А, город Москва. Всего вам доброго. Шакао ёбаный. 144 рубля. Слава Ребусу разоблачитель. Он, а не маргинал, настоящий паук твича. Тайна плетущей своей сети. Король двачера по простому риарте всего рунета. Почета хвала Борову и его верным хулэкам. Страшисливо либеральный твич. Справедливая кара настигнет всех. Да. Срать нам то это. Это тот, который, блядь, перемотанный скотчем нахуй со своим кругом или кто? Я не знаю кто это. Блядский твич называется или что типа того? Блядский твич это, подожди, это он и есть? Я не знаю, я без понятия. Я видел какой-то хуйня. Аудио рв по моему канал. Блядский твич аудио рв называется канал. А, блядь, ребуса из-за. Окей. А потом будут говорить, что это типа мы умышленно эдисим какого-то чувака, блядь. Значит, что типа делай вид, что не знаем. А в чате пишут, что да это он. А, это тот же человек. Ну, может быть это пиздёшь в чате, я не знаю. Ну, долгих лет. Просто набрасывать говна на вентилятор и наслаждаться, наслаждаться вот этим вот. Адрель. Продолжение следует. Продолжение следует...